Друзья, всем привет! В этом видео поговорим с вами о грядущей новинке от компании Apple, а именно об новеньком iPhone SE третьего поколения. И здесь я в самом начале хочу сказать, что я еще примерно год назад начал выкладывать видео новости о том, что новый iPhone SE будет в старом дизайне, а именно с кнопкой с 4,7 дюймовым дисплеем, на что в то время на меня просто люди накинулись, начали писать всякие гадости, комментарии в личку, мол, ты не шаришь, дизайн будет безрамочный, кто ты такой вообще, о чем говоришь, и вот все в таком духе. Спустя примерно год все они переобуваются и понимают, что я был тогда прав. Итак, давайте по порядку. Компания Apple 8 марта представит нам с вами iPhone SE третьего поколения. который будет в старом дизайне от iPhone 8. Кто не знает, хотя сомневаюсь, что есть вообще такие люди, что это за дизайн? Это толстые рамки со всех сторон. Это кнопка на лицевой поверхности, в которой, кстати, будет Touch ID, никакого Face ID, к которому мы уже привыкли, и IPS дисплей на 4,7 дюймов. Важно отметить, что это будет самый дешевый iPhone. По некоторым инсайдерским информациям, ценник будет стартовать от 300 долларов. Напоминаю, что SE второго поколения, выпущенный в 2020 году, стартовал от 400 долларов, поэтому здесь вот такой вот несомненный плюс есть. Также, возможно, появятся новые цвета. Ну, им нужно будет хоть чем-то разбавить новинку визуально. Корпус же будет одинаковый, поэтому какие-то различия все же должны быть. И одно из самых главных изменений новинки, это, конечно же, сердце нашего смартфона. Новенький процессор из iPhone 13 серии. Это A15 Bionic. Здесь у Apple никогда не было никаких особо разделений. Если iPhone выходят в один и тот же год, то в них обязательно будет самый топовый процессор. Так было и с SE. Второго поколения и с SE первого поколения. Оперативная память, к слову говоря, никак не изменится. Она останется ровно в том же объеме, как и в смартфонах iPhone SE предыдущего поколения. Перейдем к камере. Напоминаю, что на задней поверхности никакого блока нет. Здесь одинарная камера, ровно так же, как и в iPhone 8. Но, по заверениям инсайдеров, камера-то у нас в SE второго поколения была от iPhone 11. В этом же SE 3 также будет камера от iPhone 11. Но вот за счет нового процессора A15 Bionic, за счет искусственного интеллекта, все это программно будет улучшено. И, по заверениям инсайдеров, камера должна снимать намного лучше, чем в SE второго поколения. Также важно отметить еще одно существенное отличие. Это поддержка новых сетей поколения 5G в новой модели. Напоминаю, что в SE 2 у нас 4G, в SE 3 будет 5G. И это несомненный плюс. Многие инсайдеры выкладывали информацию о том, что Apple готовит некий iPhone SE+. Так вот, этот плюс можно было и записать в актив того, что Apple готовит нам iPhone с 5G. Эдакая модель, которая ничем не будет, по сути, отличаться от iPhone SE второго поколения, но в ней будет присутствовать новый процессор и сети нового поколения 5G. Из-за этого это будет якобы SE+, если рассматривать SE второго поколения как за обычный SE. Но здесь важно также учесть и то, что известный аналитик Apple выкладывал информацию о том, что Apple все же готовит SE нового поколения на базе iPhone XR. Но эта модель выйдет примерно только в 2024 году. Поэтому не верьте всяким фейкам о том, что говорят там разные блогеры, снимают кучу видео, что якобы вот Apple уже в этом году нам выкатит такой добренький iPhone за 300 долларов с вот таким вот новым OLED-дисплеем, с безрамочным дизайном и так далее. Из-за этого, собственно говоря, мне вот эти люди, которые верили вот тем блогерам и писали всякие гадости о том, что да ты не шаришь, да никакой кнопки не будет в 2022 году. Нет, друзья, все предельно наоборот. В 2022 году SE третьего поколения с кнопкой и с дисплеем на 4,7 дюйма, хотя и с сетями нового поколения 5G, а в 2024 году нас с вами ожидает уже действительно новая модель SE в безрамочном дизайне. Ну и еще хотелось бы немножечко сказать про автономность. Конечно же, с помощью алгоритмов допилят более длительный режим работы в новинке, но по объему миллиампер часов батарейка останется на том же уровне, как и в iPhone SE второго поколения. Инсайдеры также уверены в том, что MagSafe зарядки ждать не стоит, но беспроводная зарядка в новом поколении будет работать. Поэтому, друзья, вот такой вот нас с вами новый iPhone всего лишь за 300 долларов ожидает в будущем. Напоминаю, что презентация Apple состоится уже вот-вот 8 марта, и нам уже покажут этот долгожданный iPhone SE третьего поколения. Что думаете вы по этому всему поводу? Обязательно отпишите в комментариях к данному видео. Я же думаю, что это отличная замена iPhone SE второго поколения, так как характеристики немножечко да получше. Прикрутили поддержку сетей нового поколения 5G, немножечко улучшили камеры. Новый, что немаловажно, самый крутой момент, это новый процессор A15 Bionic, а ценник, судя по инсайдерской информации, будет еще и дешевле. 300 долларов против 400 долларов. Поэтому вот такой вот iPhone, вот такие вот новости инсайды. Если хотите быть в курсе, обязательно подписывайтесь на мой канал. Также ставьте свои царские лайки. Ну а я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока!